С официальным визитом в столицу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Сегодня в Чебоксарах открылся форум по вопросам медицинской реабилитации. Медицинская реабилитация как средство снижения смертности и инвалидности населения – главная тема обсуждения. Началась рабочая поездка министра с посещения ведущих медицинских учреждений республики. С трапа самолета, в туфлях по снегу и сразу за работу. Вероника Скворцова в окружении своих помощников и первых лисчуваши отправилась оценивать работу медицинских учреждений столицы. Первый на очереди – президентский перинатальный центр и первый на осмотре – будущие мамы. Здоровья, чтобы все было хорошо. Хорошо в центре во многом благодаря современным программам модернизации, отметила Алла Самойлова. Благодаря программам модернизации еще дополнительные помогли порядка пяти ультразвуковых аппаратов, все высокого класса, опять-таки возможность ранней диагностики, выявления ранней патологии и опять-таки решение вопроса, где эта женщина будет рожать. Не обошла модернизация и отделение выхаживания недоношенных детей. Его переоснастили и обогатили новым оборудованием. Шесть блоков для реанимации новорожденных детей. Опять-таки, они все здесь, они все друг друга видят, они обмениваются полностью всей информацией. Модернизация, конечно, прорыв колоссальный и технологии помогают. Но самое главное – профессиональные кадры, отметил Михаил Игнатьев. Поэтому и работа налицо. Правда, есть к чему стремиться и над чем работать. А для этого необходимо расширить территорию центра. Сегодня акушерский стационар, и если мы пристраиваем к нему высокотехнологичный, только высокотехнологичный болт, а здесь сделаем палаты, то тогда акушер спокойно замкнуть всю республику. Второй на очереди – санаторий Чувашия-курорт. Осмотры начали с грязей. Это все суставные вещи. Вы хотите работать на инфаркт, на пост-инсультные вещи. А вы хотите кого-то положить прямо сюда? Конечно. О, может, уже без нас. Бассейн, ванны со специальными гейзерами и другие кабинеты санатория направлены на реабилитацию пациентов и их скорейшее выздоровление. Правда, без развития, расширения и дополнительной поддержки здесь не обойтись. То, что 1200 человек ходили, вот сегодня ходит, например, 160 человек. Будет, видимо. Самое главное. Сегодня год кадров здесь, салатой фон. Республиканский детский центр восстановительного лечения тоже направлен на реабилитацию только самых маленьких. Основные пациенты центра – дети с неврологической патологией. Но работа ведется и по другим направлениям. Вероника Скворцова наглядно оценила работу специалистов. Еще раз гурили. Молодец. Погладь кису. Ой, киса. Мяу, мяу, говорит киса, да? Наш санаторий «Республиканский детский лесная сказка» он находится на финансировании бюджета республики. И поэтому вот на том санатории мы предполагаем развить реабилитационный этап для детей раннего этапа. Поскольку там есть условия мать и дитя, развить там до трех лет. Последний и, пожалуй, один из самых значимых объектов оценки – это Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где ежедневно выполняется порядка 30-35 высокотехнологичных операций. Здесь все на высшем уровне, отметили специалисты. Работа с пациентами ведется круглосуточно. У меня был двусторонний коксоатрос сразу, и я из-за второго сустава вынуждена была пользоваться. А так, конечно, в течение двух месяцев уже с костылями можно… Нет, нет. Сейчас, сейчас, после операции боли нет. Но сейчас надо ходить на костылях в течение двух месяцев обязательно, а там уже по состоянию здоровья. Высокотехнологичное оборудование Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования доступно всем. Это еще раз отметили на встрече с федеральным министром. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.